Вопрос о леневодстве в приоритете. Заместитель губернатора Ольга Старостина представила главе региона основные направления развития традиционной отрасли хозяйствования и обозначила острые проблемы. Доставка груза с открытия морской навигации в порт Наринмара прибыли первые суда. На борту они доставили стройматериалы. Сила воли и целеустремленность. В этом году 18 выпускников Ненецкого округа окончили школу с отличием. Церемония награждения медалистов прошла в минувшее воскресенье. Яркие эмоции и незабываемая энергетика. На первой за полярным кругом скейт-площадке прошли показательные выступления российских скейтбордистов и BMX-райдеров. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Вопросы развития оленеводства должны стать приоритетными в рамках года оленеводства, который объявлен в Ненецком округе в 2018 году. Об этом заявил глава региона Александр Цибульский в ходе рабочей встречи со своим заместителем Ольгой Старостиной. Она представила губернатору основные направления развития традиционной отрасли хозяйствования и обозначила острые проблемы, решением которых необходимо заняться в приоритетном порядке. В рамках года оленеводства в Ненецком округе утвержден план мероприятия. Его основные направления – создание условий для развития северного оленеводства, комфортной жизни и соцгарантии оленеводам и чьим работницам, совершенствование нормативно-правовой базы. Среди первых шагов в реализации плана – подготовка кадров для отрасли. Одним из примеров хочу сказать, что у нас уже реализована и с 1 сентября будет подготовка на базе аграрно-экономического техникума – это оленевод-механизатор. Давно об этом у нас говорится, о том, что у нас действительно подготовленные кадры в оленеводстве, поэтому вот эту специальность мы открываем с 1 сентября. Оленеводы у нас также поднимали вопросы в части получения прав на снегоходы. Вот здесь у нас тоже есть договоренность уже с училищем профессиональным о том, что у нас будут эти курсы проводиться вплоть до выезда в поселки. В проработке находится вопрос по подготовке зоотехников для хозяйств округа. Также для оленеводов и семейно-родовых общин планируется проведение обучающих семинаров как на местах, так и в окружной столице. Я очень рад, что у нас сейчас наши средние учебные заведения начали подготовку специалистов по таким востребованным специальностям, как оленевод-механизатор, надеюсь, что зоотехник тоже в направление пойдет. Мы понимаем, что у нас здесь, с одной стороны, есть необходимость сохранения традиционного вида хозяйственной деятельности, с другой стороны, несмотря на обычаи и традиции, жизнь идет вперед. И, конечно, сегодня вот эта вся механизация, которая доступна оленеводам, должна быть, конечно, помощником в их непростом труде. Поэтому в этом направлении я прошу продолжить работу и соответствующие поручения дамы. И это только начало, отметила вице-губернатор Ольга Старостина. Проблем в отрасли много, все они требуют детального анализа. В частности, речь идет о вопросах оплаты труда, трудовых отношений, укрепления материально-технической базы. Очень актуально у нас строительство бойных пунктов, поднимали вопросы в районе Харуты. Это у нас там есть и СПК «Рассвет Севера», и очень обращаются к нам за помощью оленеводы, частники общины ИМТО. То есть сегодня вот здесь помощь обязательно нужна, и строительство бойных пунктов, за счет каких средств, или как-то мы, может, будем искать инвесторов, которые способны будут реализовать эти проекты. Это точно область, которая может быть востребована у частного инвестора и качества. И самое главное, прибыль от такого рода деятельности, мне кажется, может быть значительно выше, чем на это тратить исключительно бюджетные деньги. Среди проблем обеспечения оленеводов жильем соответствующая программа была приостановлена в прошлом году. В этом году она вновь начала свою работу. В бюджете региона предусмотрено 24 миллиона рублей на строительство и приобретение 450 квадратных метров жилья в Канинском, Омском, Юшарском, Карском, Хаседохарском и Хариверском сельсоветах. 12 миллионов на строительство жилья в Бугрино. Стоит отметить, что для островного поселка актуальным остается и вопрос восстановления поголовья оленей. Хочу отметить, что в этом году нам удалось в марте месяце произвести просчет оленей, что давно не удавалось. Практически у нас на сегодняшний день, естественно, как бы не такими темпами, как быстро бы нам хотелось, но около 500 голов у нас уже на просчете. И примерно полтора-два года еще у нас потребуется для восстановления стада. Восстановление поголовья оленей – это лишь один из пунктов в плане по развитию поселка Бугрино. План мероприятий составлен и по развитию поселка Нельмин-Нос. Он имеет национальные традиции и может стать центром притяжения туристов. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Ладога пришла на Печору. В торговом порту Наринмара стартовала морская навигация. Первым под разгрузку в начавшуюся навигацию 2018 встал сухогруз «Ладога-11». Свыше пяти суток понадобилось торговому судну, прибывшему к нам из Архангельска, чтобы зайти в усть реки Печора. Дрейфовать в Печорской губе морякам пришлось из-за остатков ледового покрова. Подробности в репортаже Тимофея Жукова. Преодолев свыше 1200 морских миль, сухогрузный теплоход «Ладога-11» смешанного класса плавания река-море доставил в НАУ около 1000 тонн строительных материалов, товаров народного потребления и продовольствия. Старт для линейного судоходства торговых судов в окружную столицу через Баренцево море был дан 15 июня распоряжением капитана Мурпорта. Груз в основном строительные материалы и продукты питания. Товары первой необходимости. Ну, работаем, работаем. Разгрузили быстро? Разгрузили быстро. К 10 часам утра уже было готово, вся выгрузка закончена, приступили к погрузке. Столкнулись со льдом, я так понимаю, в Печорскую губу? Да, ледовые поля были в море. Неделю судно простояло там. Не могло пройти к нам реку. Сухогруз прибыл в Печорскую губу еще в понедельник, 18 июня. Однако северо-восточные ветра забили к этому времени все устье реки остатками льда. Из-за обширных ледовых полей судно не имело возможности зайти в безопасно в устье Печоры. Ситуацию с торговым судном держал на контроле капитан Мурпорта и спасательные службы округа. Основной проблемой было отсутствие постоянной связи с сухогрозом. Так как судно находится в море, телефонной связи нет. И естественно нет у них ничего такого, ни интернета, ничего. А с удовольствием поддерживаем контакт постоянно. Ясно. Ну а с руководством Мурпорта тоже уже налажено? Да, конечно. Прижиме онлайн? И на телефоне, и в портколе, и по интернету. Все отслеживаем, все ждем. Первый пароход. Наконец погода смилостивилась. Подул южный ветер и сухогруз доставил из Архангельска в Нарьянмар первый в этом году генеральный груз. Линейное судоходство в Баренцевом море открыто. Полностью готов к летней навигации и морской торговый порт Заполярной столицы. На сегодняшний день из имеющейся в наличии техники неисправной нет. Вся в строю. То есть невзирая на, собственно, год выпуска достаточно древний, вся техника исправна. Прошли освидетельствования, промышленная экспертиза, причал четвертый освидетельствовали тоже на пять лет. То есть все у нас в строю. То есть абсолютно готовы. Абсолютно готовы к любому количеству грузов, которым мы, собственно, нуждаемся. Его маловато. Почти одновременно с Ладогой ко второму причалу по реке пришла баржа со строительными грузами для новостроек округа. В эти первые дни навигации работа кипит. Работают одновременно все четыре портовых крана. В порту готовы к любому количеству грузов. И чем их будет больше, тем эффективнее для города и округа работа морского порта. Тимофей Жуков, Антон Ведряков, Телеканал «Север». Ненецкий округ поддержал всероссийскую акцию «Живи лес». Массовый экологический субботник направлен на привлечение особого внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России. К участию в мероприятии были приглашены все жители региона, организации, предприятия, представители окружного добровольческого движения. Акция является всероссийским общественным мероприятием по посадке леса, его очистке от мусора, заготовке лесосеменного сырья, проведению просветительской работы на лесную тематику. Как пояснили в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого округа, в регионе в первую очередь запланированы мероприятия по очистке лесных участков от мусора, расположенных в окрестностях Наринмара. В этом году у нас участвуют более 30 организаций. Основная задача привлечь общественность к проблемам экологии, к загрязнению лесных насаждений и очистить, чтобы можно было выехать в лес и лицезреть именно не горы мусора, а зеленые насаждения и отдыхать, не оставляя после себя мусора. На экологический субботник вышли служащие органов государственной власти региона, администрации Наринмара, Заполярного района и поселка Искателей, Наринмарского объединенного авиаотряда, Печора Нефтегазпром, Управление Росприроднадзора по НАУ, Государственного природного заповедника Ненецкие прокуратуры, Следственного комитета и Главного управления МЧС России по Ненецкому округу. Курирует данную акцию Департамент природных ресурсов, экология и промышленного комплекса Ненецкого автономного округа. И мы стараемся организовать это ежегодно. Это уже третья наша акция в этом году. Не в этом году, вообще, на протяжении трех лет. И в принципе, на этом участке мы уже повторно, в том году мы здесь также выбирались с привлечением органов госвластия и уже намного чище стало. Субботником была охвачена территория общей площадью свыше 200 гектаров. Это район новых очистных сооружений в поселке Искателей, лесная полоса в поселке Факел, микрорайоны Старый аэропорт и авиаторов, лес возле аэропорта Наринмара и территория Центра активного отдыха «Большуха». За особые успехи в учении 18 выпускников округа отмечены золотыми медалями. Глава региона поздравил ребят с окончанием школы и вручил отличникам памятные медали. Церемония награждения прошла в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. Алена Христолюбова одна из тех выпускников, кто с отличием окончил 11 класс. Непреодолимое чувство гордости сегодня за Алену испытывают ее родители. За достойное воспитание дочери они также получили награду из рук главы региона. Конечно, всегда хочется стремиться к лучшему и учиться это всегда тяжело. Это нужно отдавать время, силы, иногда пропускать какие-то веселые мероприятия с друзьями, порой не ходить гулять. Но мне кажется, это того стоит, потому что всегда нужно задавать себе какую-то цель жизни, добиваться, идти к чему-то. А иначе зачем вообще жить? Это все-таки была цель? Да, это была цель. Какие чувства из нее? Эмоции шкалят, потому что ребенок мне сказал в 9 классе, что, мама, я получу медаль и подарю тебе медаль в 11 классе. Если честно, мы ее не заставляли никогда там. Она сама, сама ко всему шла, сама занималась, сама ходила к репетиторам, добилась чего хотела. Молодец. Встремленность? Да. Сила и сила воли? Сила воли, характер, да, пообещалась. Обещания она обычно всегда связь сдерживает. Сейчас пообещала поступить в хороший институт. Вместе с Аленой золотой медаль за особые успехи в учении получили еще 17 медалистов. Лидером по наградам в этом году стала первая школа. Здесь 6 отличников. В школе-поселке Искатели и четвертой школе по 3 медалиста. В третьей и Красновской школах по двое. В Омне и Неси по одному медалисту. Я вас поздравляю. Вы начали свой взрослый путь. Вы начали его с очень высокой планки. Вы встали на одну ступень выше, может быть, других ребят, которые не смогли за это время себя заставить показать такие результаты. А во многом, конечно, это же не потому, что вы умнее, а они не умнее. И от того, что вы смогли себя собрать, вы смогли себя заставить, у вас была та внутренняя самодисциплина, то стремление к цели, которые не было у других. Поэтому, конечно, это уже тот навык, который в жизни вам еще не раз очень здорово пригодится. Позади 11 лет школьной жизни. Впереди не менее интересная и насыщенная студенческая пора. Большинство ребят уже сделали свой выбор будущей профессии. В Наринмаре отметили День молодежи. Одним из самых зрелищных и запоминающихся событий можно назвать выступления российских скейтбордистов и BMX-райдеров. Ребята покорили публику своим мастерством выполнения трюков. О виртуозах скейтбординга и BMX расскажем в материале выпуска. Большинство ребят, он круто когда-то! Посмотрите! Вот так! В это сложно поверить, но ему всего 9 лет. Впервые на скейт Александр Гусев, так зовут этого талантливого скейтбордиста, встал два года назад. Я брал скейтбординг из-за того, что летать любил скорость. В деревне обычно катался на велосипеде, а потом понял, что скучно это крутить педали. Надо что-то новое, вот типа. И видел парней на скейте катались по улицам. Вот сам решил попробовать, попросил. Прям понравилось. За каждым трюком Саша внимательно наблюдает его главная поддержка и опора папа. Кирилл Гусев признается, сам бы никогда не предложил сыну заниматься экстремальными видами спорта. Но выбор Саши одобряет. Саша доску попросил сам на 7 лет. Я, честно говоря, сам бы никогда, наверное, ему это не предложил, занятия до того. И он так увлекся этим, и у него стало получаться, и мы поверили в него. Он стал заниматься, приносил домой синяки и шишки. И в то же время огромную радость. Я считаю, что это мега-крутая тема по воспитанию мужского характера. Эти ребята учатся с ранних лет преодолевать себя, преодолевать любые препятствия. Они борются за себя, друг друга поддерживают. Если вы пообщаетесь со скейтерами, это люди, которые все время рады другим их успехам. И они всегда борются за то, чтобы у тебя что-то получилось. Если ты что-то не можешь, они подскажут, поддержат. А это еще один скейтер, который приехал в окружную столицу. Давид Газиев занимается скейтбордингом с 12 лет. Тогда все начиналось как простое хобби. Теперь неотъемлемая часть его жизни. Стаж Давида – 13 лет. На самом деле, если бы была возможность, я бы начал еще раньше. Потому что чем раньше, тем лучше. Когда ты ребенок, у тебя все быстрее получается, есть возможности. Это нужно, чтобы тренировки проходили под наблюдением взрослых каких-то опытных скейтеров. Просто не так, чтобы никаких ошибок. В идеале, в идеале да. В идеале да, но когда мы начинали кататься, не было еще никаких тренеров, не было каких-то школ. Это все было так в свободном формате, так скажем. Ну, отчасти это и здорово. Потому что мы катались тоже все вместе, с ребятами, друг другом делились опытом, мотивировали друг друга. Это большая часть скейтбординга, именно что это как бы семья. Мы все общаемся, все друзья. Есть соперничество, но такое позитивное соперничество, которое как раз и рождает прогресс. В составе делегации российских спортсменов и 21-летний BMX-райдер Артем Агарков. Сложность трюков, которую он выполняет на велосипеде, просто зашкаливает. Братуха, сейчас будет тропать. Это так страшно, чтобы вы понимали. Давайте, давайте, аплодируем. Не стесняемся, брат. Чем больше аплодисменов, тем больше будет им. Впервые на трюковой велосипед Артем сел в 12 лет. Теперь он и его BMX словно одно целое. Очень много времени и сил потрачено. Ну, как бы вся жизнь вложена в это, и ты начинаешь уже жить. Это уже не просто увлечение. А все, что в жизни, там работа, там друзья, все это связано именно с этим. Что бы вы пожелали? Прижи, главное, ребят, есть за что побороться. Давайте раскатываемся, разминаемся. Слушай, я пожелаю, что вот мы приехали за три дня, и примерно за три дня мы научились там на всех трюков по 20. За три дня. То есть, у ребят просто они не видят какого-то другого уровня. Потому что, ну, я достаточно далеко от центральной части России, и они очень перспективные ребята. То есть, есть один парень вообще, он на лету схватывает все. То есть, я был очень приятно удивлен. Мне кажется, наша проблема в том, что у нас нет тренера. Да, да, да. Не то, что нет тренера, они не видят другой уровень катания. То есть, им кажется, что все это сложно, даже какие-то простейшие вещи, просто потому что это стереотипы в голове. Так что, я надеюсь, у вас будет развиваться, и мы приезжаем тренировать, и ребят будем отвозить куда-нибудь в центральную часть. Среди спортсменов-экстремалов Дмитрий Бравичев. Вот отрывок из его выступления на ежегодном фестивале The Bowl. В этом году по результатам соревнований Дима занял второе место и первое на чемпионате России по парковому скейтбордингу. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Для наших ребят, которые только начинают заниматься экстремальными видами спорта и тех, кто их уже освоил, приезд российских спортсменов стал поистине долгожданным событием и настоящим подарком ко Дню Молодежи. Классно же, привезли ребят, очень рады, так как они с нами ездили, тренировали нас, много опыта получили. Ну, классно. Все дни, что они сюда приехали, были с ними, катались и смотрели, учились. Есть желание повторить такие же? Да, есть. Ну, в скором времени мы хотим это сделать. Вы болеете за Артема? Да. Ну и за Диму тоже. За Диму тоже. Дима тоже очень крутой. Мне кажется, они все крутые. Да, вот именно. Наши вообще лучшие, просто лучшие гасят. Так вообще. Бумба! Е-е-е! Так, ребят, те, кто будут участвовать в контенте... Невероятная энергетика от экстремальных выступлений спортсменов, солнечная погода и ритмы зажигательной музыки сделали День Молодежи поистине незабываемым для жителей и гостей окружной столицы. Первый и единственный в Наринмаре скейт-парк стал центром притяжения не только молодежи, но и взрослых. Как говорят сами спортсмены, учиться никогда не поздно. Ирина Нижалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В тот же день в парке «Юбилейный» состоялось празднование Дня молодежи. Работала площадка клуба исторической реконструкции «Братина» и игровые зоны для детей. В сердце парка «Юбилейный» прямо перед сценой развернулся танцевальный батл, который организовала школа танцев «Лю Дэнс Фэмили». Направление современного уличного танца получает широкое распространение среди молодежи Нинецкого округа. Также в этот день в парке прошло награждение талантливой молодежи. Награды вручили победителям 17-х всероссийских молодежных дельфийских игр и волонтерам, принимавшим участие в организации проведения 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сочи. завершился праздник концертом молодежных музыкальных групп. Нормально, отлично. Что больше всего понравилось? Пока что вот эти батлы нравятся. Да вот, танцы понравились. Вы кого-то болеете? Не, я с внучками прошел. Вон, две внучки смотрят. Ну, в принципе, первый раз нормально. Дочка там стоит, смотрит. Можно людей в парке потом в упере приятного? Ну, я думаю, конечно, можно. Привлекать надо молодежь, я думаю, к таким мероприятиям. Интересно. Вот это вот тоже интересно сделали, придумали. Да-да-да-да-да, интересно. Молодцы. Пока нравится. Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует.